Мастер, мы артисты, у нас звука, которые вы нам дали, мы играем честно и при всех обстоятельствах жизни стараемся оставаться людьми. Мы благодарим вас и мы гордимся, что мы ваши ученики. Вот уже 18 лет прошло с тех пор, как из стен ВГИКа вышла именно наша мастерская. Но я думаю, что я выражу мнение всех здесь присутствующих учеников Алексея Владимировича. Буквально каждый день в профессии, в жизни мы ощущаем ростки, которые заложил в нас наш мастер. Ту бескомпромиссность к жизни, к профессии. Вы знаете, у Шекспира есть такая фраза «Распалась связь времен». Дорогой вы наш человек, мастер Алексей Владимирович Баталов. Мы обещаем вам, что через всю жизнь, так же, как и вы, терпеливо, ответственно и с достоинством, мы будем нести то, что по крупицам вкладывали в нас вы. И мы попробуем, так же ответственно, эту связь времен не потерять. И все вами заложенное донести тем будущим поколениям, которые идут за нами. Огромное вам спасибо, низкий вам поглон и храни вас Бог. Когда уходят родители, мы взросли. Вы знаете, Господь отдарит нас подарками. Не всегда по юности мы понимаем, что это дары, принимаем их самонадеянно, с ощущением, что заслужили. Встреча с Алексеем Владимировичем – дар, счастье, мы обрели родителя. Вы знаете, просто касаться голоса, касаться его мыслей, которые он говорил нам словом, журел, обладал чувством юмора, который давал нам возможность, может быть, не так робко чувствовать себя рядом с ним, позволит себе подумать, что мы ему как-то интересны. Вы знаете, такая щедрость окрыляет на все годы и дает право хоть как-то попробовать что-то в этой профессии. Слава Богу за такие дары. Слава Богу. Вообще, очень удивительное слово «мастер», что он скрывает в себя. Мне кажется, что на примере Алексея Владимировича это понятие раскрывалось по отношению к ученикам и всех, кто его окружал. Потому что удивительная метаморфоза происходила, находясь с ним. Ты хотел изучать, ты хотел совершенствоваться, ты хотел, не побоюсь этого слова, стать лучше. Но в подтверждение этому хочу сказать, что у нас наш курс практически весь с красными дипломами. Ну, в общем, фактор простой, но показательный. И именно это удивительное качество – это чудо. Когда человек, не призывая, не рассказывая, что нужно быть хорошим, нужно учиться и так далее, просто своим поведением, будучи рядом с ним, ты идешь вместе с ним. И он, как мастер, открывает для тебя то чудо профессии и то удивительную тайну, что есть человек. Спасибо тебе, мастер. Здесь было сказано о удивительной работе на радио Алексея Владимировича. Если вы хотите услышать голос Алексея Владимировича в одной из блистательных радиопостановок, а я был счастлив, я об этом говорил, я практически во всех его радиопостановках играл. И вот в «Ромео и Джульетте», только что были произнесены слова о распаде времен, там Алексей Владимирович читает от автора. Причем он сам не хотел, но пробовал одного, другого артиста. Он показывал, как нужно, что нужно сказать. И потом весь наш творческий коллектив сказал, Алексей Владимирович, запишите сам. И вот вы имеете возможность найти этот диск, как, впрочем, такие, как «Казаки» по Толстому, «Поединок» по Куприну и многие другие. Ищите там, где режиссер Баталов, едете в машине, включайте. О чем я еще хотел сказать. Сегодня мы прощаемся с Алексеем Владимировичем. И, конечно, то, от чего он когда-то мог отказаться, потому что реально он работал всю жизнь на свою семью, он лечил Машеньку. Кстати, немногие знают, что он так же, как был все время рядом с Машей, он помогал и другим детям с ограниченными возможностями. Об этом мало кто знает. И я вот сейчас обращаюсь отсюда всем, у кого есть фонды и так далее. Возможно, в перспективе можно будет создать фонд Баталова, но пока его нет, я тем не менее предлагаю всем тем, кто имеет возможность опекать и помогать семье Баталова. Маша удивительно талантливый человек. И, конечно, есть в кого. Дитана талантлива. Конечно, Алексей Владимирович. Она великолепно пишет. Они выпустили книжку, где есть рисунки Алексея Владимировича. И Маша поступает там как автор. И вот надо сделать так, чтобы эти книги продолжали выпускаться, чтобы Маша продолжала писать, а мы могли прочитать ее замечательные рассказы. Я сегодня перед началом прощания с Алексеем Владимировичем вручил ей билет Союза кинематографистов. Вот, Машенька, пиши, а мы, конечно, будем тебе помогать. Будем, возможно, снимать. И по просьбе всех тех, кто рядом с Машей, с семьей, я хочу поблагодарить всех тех, кто все эти годы врачей близких были рядом с семьей, помогали Алексею Владимировичу, помогали Машеньке. Огромное всем спасибо и низкий вам поклон. А сейчас с этой эстрадой вы можете подойти, попрощаться с вами.